Всем привет! С вами Мода и Красота. Сегодня мы поговорим о модных пальто для женщин 40 плюс и о четырех важных деталях, таких как фасон, рукав, длина и цвет. Итак, фасон. Классический прямой силуэт. Определение классический говорит само за себя. Модель прямого силуэта, чуть выше или ниже колена, подходит для любой фигуры и ситуации. Запомните, что выигрышный силуэт приталенный, а не обтягивающий или свободный. Двубортный или однобортный. Значение не имеет, оба варианта смотрятся отлично. Хотя двубортный имеет весомое преимущество. Оно визуально вытягивает силуэт благодаря вертикальным рядам пуговиц. Следовательно, вы будете выглядеть стройнее. Пальто-халат с поясом. Фасон-пальто, который завоевал модный мир в позапрошлом сезоне, не теряет актуальности и подходит как молодым, так и зрелым женщинам. Эта модель напоминает простой халат с поясом и объемным воротником. Она понравится тем, кто хочет замаскировать пышные бедра и сделать силуэт более пропорциональным. Фасон-оверсайз. Носить его можно, но только с осторожностью. Объемное пальто классно смотрится на худеньких, миниатюрных женщинах. В остальных случаях эта модель способна визуально добавить пару размеров. Если вам все-таки хочется исключительно оверсайз, избегайте фасонов а-ля кокон. Пусть лучше пальто будет прямое, возможно чуть шире обычного. Фасон-кейп. Укороченное пальто с прорезями для рук вместо рукавов. Замечательный вариант для женщин старше 40. Трапециевидный крой прячет проблемные зоны в области бедер и талии, но не закроет встроенные ноги. Эта модель идеально подходит для фигуры яблока. Чтобы не мерзли руки, надевайте под кейп теплый свитер или подберите к пальто длинные кожаные перчатки. Рукав. Здесь все просто. Выбирайте ту длину, которая вам нравится. Обычная, 7 восьмых или 3 четвертых. Когда на улице тепло, подверните манжеты или носите трендовое пальто с коротким расклешенным рукавом. Приветствуются рукава с декоративными элементами, небольшими разрезами или оригинальной вышивкой в области запястья. Длина. Важный вопрос. Какая длина пальто вам подойдет? Средняя длина. Чуть выше, чуть ниже или до колен. Универсальная и всегда удачная. Проблемы, что надеть под такое пальто у вас точно не возникнет. Подойдут и брюки, и юбка миди, и даже шорты. Укороченное пальто. Бушлаты и укороченные пальто придутся по вкусу женщинам, которые между платьем и джинсами чаще выбирают джинсы. Фасоны здесь, как правило, строгие и менее женственные. Такая модель станет отличной альтернативой куртке, ведь ее легко сочетать как с ботильонами и лодочками, так и с модными кроссовками. Цвет пальто. Черный и снова классика. Некоторым черный цвет кажется слишком мрачным, но все-таки это беспроигрышный вариант. К нему намного проще подобрать аксессуары. Шарф, сумку, перчатки. Не нужно переживать, что цвет платья не сочетается с пальто. Бежевый молочный цвет. Ищите классическое пальто на каждый день, но не хотите черное? Лучшая альтернатива теплые оттенки бежевого. Такое пальто смотрится стильно, свежо и даже молодит. Кроме того, к нему подойдут сумочка и обувь любой расцветки. Синий бордовый цвет хаки. Хотите что-то интересное, но не слишком вычурное? Обратите внимание на пальто приглушенных цветов. Женщинам постарше подходят темно-синие, винные, темно-фиолетовые и шоколадные оттенки. Эти цвета классно сочетаются между собой, так что если решите порадовать себя синим пальто, то можете сразу взять к нему бордовые брюки или юбку и наоборот. Красный цвет пальто. Да, красный сразу бросается в глаза, но в этом нет ничего предосудительного. Только не переборщите с аксессуарами. Пастельные цвета. Голубой, розовый. Несколько сезонов подряд пастельные оттенки держатся в категории ультрамодных. Не отказывайте себе в удовольствии пополнить гардероб хотя бы одним пальто нежного оттенка. Персиковый, небесный, пудровый. Эти цвета придадут лицу свежесть и скинут как минимум лет 5 возраста. Пальто в клетку. Очевидно, элегантный вариант – клетка. Важно, из каких цветов она состоит. Старайтесь выбирать приглушенное сочетание – черный и синий, черный и бежевый, коричневый и синий. Всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел это видео до конца, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. Пока-пока.